В начале 1981 года общественность штата Техас встревожила жуткая находка. В лесистой местности округа Харрис было обнаружено два тела, принадлежащие парню и девушке. Установить их личности удалось только через 40 лет, но после этого у полицейских появилось две новые загадки, которые им предстояло разгадать. 12 января 1981 года местный житель города Хьюстон, штат Техас, гулял со своей собакой возле леса, который тянулся вдоль дороги Уоллесвилл. Пес бегал без поводка, поэтому мог убегать вглубь леса, но всегда отзывался на голос хозяина. Когда мужчина в очередной раз подозвал его к себе, пес подбежал к нему с каким-то предметом в зубах. Это была человеческая рука. Мужчина вызвал полицию. В тот же день в лесу были обнаружены два тела, принадлежащие парню и девушке возрастом до 25 лет. Парень был связан, рот закрыт кляпом. Судмедэкспертиза установила, что он скончался в результате сильного избиения. На теле девушки обнаружили только следы удушья. Судя по степени разложения, парень и девушка были мертвы более двух недель. Но неизвестно, скончались ли они на том самом месте, где их обнаружили. Лица жертв оставались достаточно узнаваемыми, что позволило экспертам провести реконструкцию, а художница Мэри Майен изобразила предполагаемую внешность парня и девушки. На следующий день новость о жуткой находке уже была во всех газетах. Полиция наделает, что кто-то узнает парня и девушку и обратится по указанному телефону, но этого так и не произошло. За несколько месяцев до обнаружения тел в полицию не поступало заявлений о пропаже людей, поэтому детективы решили просмотреть старые дела, но и среди них не нашли совпадений. Неизвестных парня и девушку похоронили на кладбище округа Харрис под именами Джейн Доу-701 и Джон Доу-703. С развитием генной инженерии и появлением базы данных ДНК полиция начала поднимать старые нераскрытые дела. Спустя 20 лет дошла очередь до Джейн Доу-701 и Джон Доу-703. В июле их тела эксгумировали для получения ДНК материалов. В первую очередь следствие хотело выяснить, имеет ли неизвестные парень и девушка родственную связь. Результаты оказались отрицательными. Поиски их родственников также были безуспешными. Но это неудивительно, ведь на тот момент база данных была небольшой, поэтому полицейские не спешили закрывать дело. В конце 2020 года организация Identifiders International, которая является экспертом в области генетической генеалогии, получила финансирование для проведения ДНК-экспертиз с целью установления личностей неопознанных жертв. В 2021 году полиция передала в организацию материалы парня и девушки, тела которых были найдены в 1981 году. Работу над ними доверили специалистам Мисте Гиллис и Элисон Пикок. Спустя несколько дней были найдены первые совпадения с ДНК парня. Люди с наиболее высокой степенью родства проживали в штате Флорида. В их числе была женщина по имени Дебби Брукс, чья ДНК имела наибольшее сходство с ДНК парня. Именно на ней сосредоточила свое внимание Мисте Гиллис. Она разузнала номер телефона Дебби Брукс и сразу же ей позвонила. Мисте спросила, есть ли у нее родственник, который давно исчез. Дебби ответила, что у нее есть брат по имени Гарольд Дин Клаус-младший, который пропал 40 лет назад. Мисте сообщила, что тело ее брата было найдено в лесу в 1981 году, рядом с девушкой, личность которой еще не установили. Дебби предположила, что это была его жена Тина. Всего через несколько дней экспертиза подтвердила эту информацию. Во время телефонного разговора Дебби спросила, нашли ли они ребенка. Оказалось, у Гарольда и Тины была дочь Холли, которая родилась 24 января 1980 года. На момент гибели родителей малышке должно было быть 10 или 11 месяцев. Но на месте, где были обнаружены тела пары, и в ближайшей округе останков ребенка не было. Оставалась надежда, что малышка жива. Чтобы разыскать Холли, детективам пришлось подробно изучить биографию семьи Клаус и восстановить хронологию событий, произошедших 40 лет назад. Гарольдин Клаус и Тина Гейл Лин познакомились в 1978 году. На тот момент Тине было 15 лет, а Гарольду 19. Вскоре у них начались отношения. Несмотря на юный возраст, их роман развивался очень быстро. Когда Тине исполнилось 17 лет, они расписались, причем сделали это тайно, потому что родители обоих сторон не приветствовали ранние браки. Спустя год у пары родилась дочь, которую назвали Холли Мари. Некоторое время молодая пара жила у сестры Тины в родном городе Ньюс Мирнобич, штат Флорида. Гарольд брался за любую работу, он был отличным плотником, но денег катастрофически не хватало. Летом 1980 года Гарольд получил приглашение на работу в строительную компанию Horton, которая вела свою деятельность в Техасе. Гарольд считал, что эта работа станет неким трамплином для развития его карьеры. В то время в Техасе начался настоящий строительный бум. Семья Клаус отправилась в город Фортверд на автомобиле, который Гарольд одолжил у своей матери, Донны Кассасанты. Это был красный конкорд 1978 года выпуска. Первое время семья жила у двоюродного брата Гарольда, но через несколько месяцев они накопили нужную сумму и смогли арендовать дом в пригороде Льюисвилля. Гарольд и Тина редко созванивались с родственниками, но часто обменивались с ними письмами. В октябре 1980 года Донна получила очередное письмо с фотографией маленькой Холли, которая уже училась ходить. Донна отправила ответное письмо и стала ждать новых известий от сына и невестки. Но спустя несколько недель она начала волноваться, потому что так и не получила ответ, но решила еще немного подождать. Донна не хотела поднимать тревогу, потому что понимала, что у Гарольда и Тины полно забот и надеялась, что вскоре получит от них долгожданное письмо. Но через три недели тревога Донны усилилась, когда в ее доме раздался телефонный звонок. На другом конце провода была женщина, которая представилась сестрой Сьюзен. Она являлась членом религиозной группы и сказала, что Гарольд и Тина присоединились к ним. Сьюзен не сообщила название группы, но сказала, что согласно их правилам, адепты должны оборвать связи с родственниками и отказаться от всех материальных вещей, в том числе от машины, которую Гарольд одолжил у матери перед отъездом в Техас. Сьюзен сказала, что они могут пригнать машину, которая сейчас находится в Калифорнии, но взамен они хотят получить одну тысячу долларов. Донна сначала восприняла разговор скептически. Она засомневалась, что это была ее машина, ведь Гарольд со своей семьей уехал в Техас. А как сказала Сьюзен, машину пригонят из Калифорнии. Также Донну насторожило то, что Сьюзен хотела за авто всего лишь тысячу долларов, хотя оно стоило гораздо дороже. Сьюзен заверила Донну, что это действительно ее машина, красный конкорд 1978 года. А та сумма денег, которую она просит, будет всего лишь благотворительным взносом для их религиозной группы. Донна согласилась на встречу. Женщины договорились встретиться через несколько дней во Флориде на стоянке возле гоночной трассы Дайтона примерно в полночь. Донна рассказала своей дочери Дебби о разговоре со Сьюзен, и они решили обратиться в полицию. Они переживали, что Гарольд действительно мог вступить в религиозную группу, ведь подобное произошло с ним в подростковые годы. Он вступил в группу Люди Христа. В те времена подобных культов было много, и в большинстве из них, прикрываясь религией, творился настоящий беспредел. Семье Гарольда с трудом удалось убедить его разорвать отношения с группой. Большую роль в этом сыграла его будущая жена Тина. Обратившись в полицию, Донна и Дебби попросили помощи. Они беспокоились, что члены религиозной группы могли насильно удерживать Гарольда, Тину и Холли. К тому же встреча с неизвестной сестрой Сьюзен могла быть опасной для самой Донны. Полицейские согласились сопроводить ее. В назначенное время на стоянке возле скоростной трассы Дейтона Донна, Дебби и несколько полицейских ждали сестру Сьюзен. Вскоре к ним подъехал автомобиль, который действительно принадлежал Донне. Из него вышло три женщины с длинными волосами. На них были надеты длинные белые балахоны, обуви не было. В машине оставался еще один человек, вероятно, мужчина. Одна из женщин лет 30 представилась сестрой Сьюзен. Донна спросила, где ее сын. Ей ответили, что он присоединился к их группе и решил разорвать все связи с родственниками. Никакой другой информации она не может предоставить. В разговор вступила полиция. Всех членов религиозной группы, которые присутствовали на встрече, задержали. Их увезли в полицейский участок для допроса, но вскоре отпустили. Им удалось убедить детективов в том, что Гарольд и Тина добровольно присоединились к религиозной группе. Поэтому полиция посчитала, что нет никаких оснований для организации поисков семьи Клаус. Все, что остается родным, это ждать, когда пара выйдет с ними на связь. Прошло несколько месяцев, но от Гарольда и Тины по-прежнему не было вестей. Их родственники неоднократно обращались в полицию с заявлением о пропаже семьи Клаус, но им всегда отказывали в помощи. Полицейские были уверены в том, что с парой и их ребенком все в порядке. Они просто решили стать частью религиозного культа, и родственникам нужно смириться с этим. Но те и не думали отступать. Они предприняли множество попыток, чтобы разыскать Гарольда, Тину и Холли. Поскольку полиция не хотела помогать, родственники семьи Клаус стали обращаться в организации, которые ведут независимые поиски людей. Одной из них стала Армия Спасения. Эта организация существует по сей день. Ежегодно им удается разыскать несколько сотен людей, которые считались без вести пропавшими. К сожалению, Армия Спасения не смогла найти семью Клаус. Ее след обрывался в Льюисвилле. В последний раз пару с ребенком видели в октябре 1980 года. Именно тогда Донна получила от них последнее письмо. Со временем родственники семьи Клаус смирились с тем, что они действительно колесят по стране с религиозной группой и надеялись, что рано или поздно они дадут о себе знать. Но телефонный звонок, который Донна получила в январе 2022 года, полностью разрушил их надежды. После того, как стало известно, что у пары, найденной в лесу, была маленькая дочь, на место обнаружения тел для повторных поисков была отправлена большая группа полицейских. Но в этот раз осматривали территорию более широкого радиуса, потому что полицейские не исключали того, что тело ребенка могли унести дикие животные. Поиски длились несколько дней, но никаких улик или зацепок не было обнаружено. Тогда полицейские предположили, что Холли может быть жива. Не исключено, что она могла остаться в религиозной группе. Если их теория верна, то нужно искать женщину возрастом 42 года. Поиски Холли Мари Клаус начались без промедлений. К ним присоединились компании, которые занимались ДНК-экспертизами. Они организовали благотворительный фонд «Надежда Холли», чтобы собрать необходимую сумму денег для проведения исследований. Им предстояло проверить сотни женщин, которые потенциально могли являться пропавшей Холли. Поиски длились почти пять месяцев. В июне 2022 года родственники семьи Клаус получили долгожданное известие. Холли найдена живой. Сейчас ее зовут Холли Миллер. Она живет в Оклахоме. Подробности жизни Холли не разглашаются. Она пока не готова делиться своей историей с общественностью. Кроме того, до сих пор длится расследование гибели ее родителей. Поиски пропавшей дочери Гарольда и Тины получили широкую огласку. Но сама Холли не допускала мысль, что она могла оказаться той самой девочкой. Она не отправляла свои ДНК-материалы для экспертизы. Это сделали члены ее приемной семьи. Сама Холли узнала правду о себе 7 июня 2022 года. Интересно, что эта дата совпадает с днем рождения ее матери Тины. Холли была на работе, когда к ней пришли полицейские и рассказали, что ее разыскивают родные. Позже она узнала, что случилось с ее биологическими родителями. Следствие выяснило, что вскоре после того, как Гаррет и Тина перестали выходить на связь с родственниками, в одной из церквей Оклахомы подкинули ребенка. При нем было свидетельство о рождении на имя Холли Мари Клаус. Несколько людей сказали, что видели двух женщин в белых одеждах. Они были с длинными распущенными волосами и не носили обувь. Их часто видели в этой местности. Обычно они просили у людей еду. Оказалось, что женщины в белых одеждах ранее уже подкидывали новорожденного мальчика в прачечную самообслуживания, которого позже усыновили. Этот инцидент также произошел в Оклахоме. Поиски загадочных женщин ни к чему не привели. Интересно, что в обоих случаях никто не заявлял о пропаже детей и никто не пытался найти их родителей. В первое время Холли воспитывали служащие церкви, а вскоре ее удочерила семейная пара. Холли росла в любящей семье. В 22 года она вышла замуж и до сих пор счастливо живет со своим мужем. У них есть пятеро детей и два внука. Расследование дела Гарольда и Тины Клаус на этом не закончилось. Нужно было выяснить, кто и почему их убил. Изначально следствие сосредоточило свое внимание на поисках той самой религиозной группы, которая принесла маленькую Холли в церковь. Детективы обратились к консультанту Джозефу Симхарту, который специализировался на христианских религиозных группах. Он и сам когда-то состоял в одной из них, а сейчас помогает тем, кто пострадал от влияния культа. Исходя из полученной информации, Джозеф с уверенностью заявил, что в деле замешана группа под названием Семья Христа. Ее лидером был Чарльз Франклин Макхью, которого все называли Молния Амен. Он убедил своих последователей в том, что является реинкарнацией Иисуса. Группа Семья Христа кочевала по юго-западу США и в основном базировалась в пустынях Калифорнии и Нью-Мексику. В 80-х годах группа проходила через Техас. Ее последователи носили длинные белые одежды и распущенные длинные волосы. Они всегда ходили босиком, придерживались веганства, отказывались от кожаных изделий и избавлялись от материальных вещей. В группе приветствовалось употребление марихуаны, так как считалось, что это растение подарок Господа. Как правило, в группах не было детей, потому что они доставляли много хлопот. О них нужно было заботиться, кормить их, одевать и воспитывать, что совершенно не устраивало лидера группы. Чарльзу нужно было, чтобы каждый последователь работал, и эта работа заключалась в торговле запрещенными веществами. Если женщина рожала ребенка, она должна была избавиться от него. Обычно малышей подкидывали в церкви. Чарльз жестоко наказывал тех, кто не выполнял его требования, и поощрял запрещенными веществами тех, кто его слушался. Чарльз дважды отсидел за сбытом фитамина, а в 2003 году его осудили за расставление несовершеннолетнего ребенка. Он скончался в 2010 году. После этого группа семья Христа распалась. Сейчас ведутся поиски и опросы бывших адептов. Еще одной важной зацепкой в расследовании дела Гарольда и Тины мог стать полицейский акт задержания людей, которые в конце 1980 года вернули Донни ее автомобиль. Но выяснилось, что документ исчез. В нем была важная информация о задержанных, которая могла бы помочь разыскать их и узнать правду о семье Клаус. Следствие считает, что с Гарольдом и Тиной так жестоко расправились за непослушание или желание покинуть группу. Расследование продолжается. Надеюсь, однажды мы все же узнаем правду. Субтитры создавал DimaTorzok